Я иногда использую чат GPT, но довольно-таки часто он пишет откровенную ложь. Нейросеть — это идеальный исполнитель, без фантазии, ничего. А то ему дали молотилку, вот он ее молотит, вот как сказали, так и делает. Мы нейронной сети говорим, вот все эти фотографии — это один и тот же человек. Так называемую парадигму fit-predict сделать может на самом деле каждый. После слова «добавлю» я практически мало что понял всего, что ты сказал. Здравствуйте. Это подкаст по трендимат МТС, и я Роман Тросянко. Сегодня мы говорим про нейросети и искусственный интеллект. У меня в гостях Владимир Семеновых, ведущий разработчик группы компьютерного зрения IT-компании XOR Antison, и Константин Русаков, директор по исследованиям и соучредитель компании NeuroVision. Привет, коллеги. Привет. Привет. У меня первый вопрос, и он простой, конечно же, но очень важно разобраться. Что же такое на самом деле нейросети? Слово звучит часто, но не все понимают, что за этим понятием скрывается. Ну, нейросеть — это модель машинного обучения, которая, ну, выполняет определенные математические расчеты. Еще со времен персептрона Розаблата пошла такая метафора, ну, нейросеть, то есть связанная с мозгом человека. На самом деле ничего общего нет. По сути, даже обычная линейная модель, то есть AX плюс B, можно сказать, очень-очень частная версия нейронной сети, в которой просто эти модели, ну, застаканы между собой и выполняют довольно-таки сложные вычисления. То есть чем больше параметров сети, вычислительных элементов, соответственно, тем больше предсказательная возможность нейросети. Ты сейчас прямо предвосхитил, конечно, мой следующий вопрос, потому что мне всегда было интересно, что всегда проводят какой-то параллель с мозгом, и говорят, что нейросеть, и мозг, а при этом до конца вроде бы ученые все-таки не понимают финально строение мозга, и как это происходит, и как действительно, то есть есть понимание там у нейронов, обменивающих между собой сигналами, но при этом все всегда говорят, мы сделали что-то на основе там модели мозга, а модель мозга до сих пор так или иначе не оцифрована, и как тогда можно сделать это? Ну, все верно, как я сказал, то, что это небольшая метафора, в нейросети каждый слой связан с последующим, то есть, как и в работе мозга, аксоны, синапсы, дендриты, они связаны между собой, а формируют какую-то определенную нейронную сеть. Соответственно, здесь такой же принцип работы, то есть предыдущее село связано с последующим, и вычисления предыдущего учитываются в следующем и так далее, соответственно, мы получаем какой-то результат. Понятно, вообще ничего не понятно, ты сказал про слои, вот как устроены нейросети? Да, да, значит, если в двух словах, то это просто математическое уравнение некоторое, которое несколько сложное, в отличие от обычного, то, что там учили в школе, там иногда могут быть входы связаны с выходами, запутанная архитектура, но это всегда есть что-то на входе этой модели и что-то на выходе. А вот что на входе и на выходе? То есть получается, что это те данные? То, что мы хотим. Например, если для компьютерного зрения мы хотим определять собачек или кошек, то на входе будет изображение, на котором есть собачка или кошка, а на выходе будет вероятность того, собачка это или кошка. Я недавно видел про метафору, что, по сути, такую жестокую, правда, метафору, что, по сути, если представить какое-то неодушевленное существо, и если оно совершает ошибку, мы должны дать ему пощечину и сказать, нет, неправильно, запомни, что вот это вот правильно. А обучение нейросети происходит примерно ровно так же, то есть когда ты все время отдаешь обратную связь и обучаешь. Абсолютно верно. То есть, по сути дела, как и любой метод машинного обучения с учителем подразумевает собой наличие учителя. Соответственно, то есть мы подаем изначально данные, у нас параметры сети подаются рандомно. То есть это случайные числа. И мы ей говорим о том, что вот эта картинка, например, это собака. И в процессе обучения она правит свои веса так, чтобы минимизировать функцию ошибки. Получается, что все те, кто занимается разработкой и обучением, в большей степени даже обучением, они вкладывают что-то свое в нейросети. Это так? Ну, как минимум душу, потому что самое первое, с чем мы сталкиваемся, это подбор датасета, то есть набор данных, на которых мы можем обучать. У нас есть какая-то гипотеза, мы ее обрабатываем на обучающей выборке, на тестах. У нас нервная сетка работает отлично. А потом мы сталкиваемся, точнее даже, я бы сказал, ударяемся в суровую реальность, и зачастую она может работать, ну, неожиданно предсказывать результаты. Да, и причем 80% работы, ну, примерно, разработчика по нейросетям заключается в подготовке данных. Именно какие данные нужно подготовить, чтобы потом эту модель обучить. Если данные подготовлены неправильно, если они подготовлены с ошибками, если там не учтены разные нюансы, то модель будет работать плохо. И, как вы сказали, она породы будет различать плохо. Супер. Ну, вот прежде чем говорить о том, как мы можем использовать в повседневной жизни нейросети, я хотел еще спросить все, что касается искусственного интеллекта. Нейросети — это равно искусственный интеллект? Нейросети — это часть того, что называется искусственным интеллектом? Чтобы вот нам не путаться с понятиями. Что такое AI, то, что все время упоминается, и все говорят об этом? Скорее всего, это подчасть. То есть есть, ну, скажем так, современное понимание, что есть AI, есть computer science, внутри его AI, и дальше там уже, точнее, машина обучения, AI и так далее. Тут важно заметить о том, что есть два понятия AI — generalized AI и specialized AI. То есть generalized AI — это вот общее понятие AI как такового. То есть это какая-то сущность, которая способна творчески мыслить, себя ощущать и, соответственно, как минимум придумывать себе задачи. Себя ощущать? Ну. Ну, если это интеллект, если это искусственный в представлении каких-то фантастов, то, наверное, это так. Если мы говорим о specialized AI, это те нейронные сети, которые мы обучаем. В данном плане они делают то, что они обучены. Если мы вернемся к нашей аналогии с определением собачки или кошки, если мы подадим туда бгемотика, то она выдаст ответ на что больше бгемотик похож на собаку и на кошку. Больше ничего она не придумает. А если совсем по-простому, то чем отличаются нейросеть и искусственный интеллект? Нейросети — это один из инструментов, который входит в сферу искусственного интеллекта. То есть это такие модели, с помощью которых мы можем решать те или иные задачи, которые входят в сферу искусственного интеллекта. На данном этапе развития у нас нет такого искусственного интеллекта, нет таких моделей, которые могут ощущать что-то или ставить себе задачи или так далее. А сейчас это просто инструменты для решения тех или иных задач. Нужно сгенерировать текст, пожалуйста. Нужно спрогнозировать по изображению что-то, пожалуйста. То есть на конкретную задачу. То есть, по сути, если это все опять перенести на физиологию мозга, то и рассматривать как искусственный интеллект, это как в целом все, что происходит в нашей системе. Но есть при этом определенные участки в нашем мозге, которые отвечают за речь, отвечают за еще какие-то составляющие. То вот нейросеть — это какой-то небольшой кусочек, который условно отвечает за речь, за распознавание каких-то визуальных образов, причем вполне конкретных и так далее. И не более того. То есть это маленькие кусочки из того большого. Но получается, что у нас вот того большого мозга в лице искусственного интеллекта его как такового нет. Нет. Сейчас нет. Я бы даже еще добавил то, что нейросеть — это идеальный исполнитель. Без фантазии, ничего. Вот ему дали молотилку, вот он ее молотит. Вот как сказали, так и делает. Без отклонения влево, вправо. И без собственного ощущения, что правильно, что хорошо. И без собственного мнения. Вот это очень важно, потому что в последнее время много всех пугают тем, что вот, наскоро все поработит, завоюет и прочее. И все любят, в частности, в чат GPT задавать вопрос, что могут ли нейросети похоронить все человечество. И чат GPT отвечает, что может быть и так, а может быть и нет. Мы не знаем точно. Вот это достаточно забавно получается. Ну, есть такая, на самом деле, фантастическая теория о том, что если будет, вот разработают такой Generalized AI, который будет думать, фантазировать, придумать себе задачи, как я уже говорил, и ему поставят задачу, а как улучшить жизнь человечества, то, возможно, в какой-то задаче оптимизации жизни человечества он придумает то, что, ну, надо, наверное, сократить популяцию раз в пять, и жизнь станет лучше. Ну, и такое возможно. Но это получается, что реально все угрозы и все страхи, они сейчас в той или иной степени безосновательны. Абсолютно верно. Ух ты. Ну, тогда давайте поговорим про сферы применения нейросетей непосредственно в жизни каждого человека. Зачем людям нейросети, и как они сейчас уже помогают? В первую очередь нейронные сети помогают бизнесу. Например, в моей компании мы занимаемся распознаванием лиц и распознаванием документов. И это очень полезно различным банкам, различным онлайн-сервисам для того, чтобы верифицировать людей, когда, допустим, они фотографируют себя, фотографируют свой документ. И банки могут автоматически, без участия человека, без человеческого фактора понять, что на том конце телефона, устройства, реально живой человек, у него есть паспорт, и он готов взять там ипотеку, например. Буквально вчера мне нужно было ровно такую опцию сделать, помочь моей маме верифицировать свой аккаунт в МТС. И там как раз нужно сделать фотографию, и, соответственно, сравнить ее дальше с паспортным изображением. Но я понимаю, что мы так отличаемся от паспорта, и что мы реально, ну, не похожи, но когда я увидел, как это великолепно все прошло и справилось, такой обалдеть. То есть можно свою паспортную фотографию сделать там 10 лет назад, и свой текущий образ уже с другим цветом волос, там 7-7-7, и что нейросеть это прекрасно сличает и выдает результат, да, того, что этот человек, соответственно, может верифицировать. А если я подделал документ и подделал свое лицо, я же понимаю, что сейчас можно за счет нейросеток, соответственно, прекрасно тоже сделать себе фейковый образ и подделать даже в моменте там селфи. Да, 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 да. Для этого существуют свои системы, как мы уже говорили, свой участок мозга, который решает задачу. Она называется антиспуффинга или антифрода, когда нужно понять, что на том конце устройства мошенник, он пытается подделать фотографию, он там не живой, он фотографирует экран, я не знаю, он генерирует дипфейк или делает что-то еще, и под это есть свои нейронные сети, которые решают задачу в рот или нет. В последнее время многие, кстати, боятся системы распознавания лиц, и на это есть определенные основания, наверное, у людей, но и люди хотят как-то там себя защитить. Есть ли способ реально что-то сделать с лицом, нанести светоотражающие элементы, там, не знаю, какие-нибудь рисунки, для того, чтобы тебя система не распознавала и не узнавала? Ну, в большинстве случаев это не сработает, то есть надо, скорее всего, закрывать полностью лицо. Против распознавательные лица макияж или какие-то рисунки на тех же свишотах, они не помогут. В обучении сеток для распознавания лиц используется большое количество датасетов, и в чем, кстати, мы забыли упомянуть самый интересный принцип в принципе работы нейронной сети, это то, что она генерирует для себя сама фичи, то есть какие-то признаки. И, соответственно, в процессе обучения того же распознавания лиц она учится выделять такие признаки с лица, что довольно-таки сложно обмануть, особенно если обучающая выборка, ну, довольно-таки большая. А что значит большая выборка для распознавания лиц? Для каждого человека собирается набор фотографий. С детства, с текущего возраста, с различным макияжем, очки, борода, усы, неважно что угодно. И мы нейронной сети говорим, вот все эти фотографии — это один и тот же человек. И таких людей много, миллионы. И на этом большом наборе данных она учится понимать, что такое один человек. И поэтому каждый раз, когда нас фотографируют для того, чтобы распознать лицо, из лица делается некоторый вектор, и этот вектор сравнивается с исходной фотографией. А это тот человек или нет? И вот так это работает. Обалдеть. То есть я сейчас просто в параллельности уже думаю, что мы сами много приложили для обучения нейросетей, все те популярные всякие опросы в различных соцсетях, когда мы загружали свои фотографии, смотрели, и потом радовались результатам, допустим, когда нам маска выдает, как мы постареем. По сути, это тоже элемент очень маленький, очень фановый, несерьезный, но элемент того, как обучалась нейросетка, и что она предполагает, что, соответственно, человек может постареть вот так. И ты, в частности, постареешь вот так. И определенный возраст уже заложен с точки зрения обучения. Ух ты, мы обмануть не можем. Это просто, конечно же, вообще... А зачем еще распознавать лица, вот кроме того, чтобы, соответственно, нас идентифицировать? Есть ли что-то еще полезное, исходя из лиц, что применяется в бизнесе? В бизнесе, как и в принципе, в повседневной жизни нейронные сети используются просто в огромном количестве инструментариев, и каждый человек им пользуется каждый день. Это камера телефона, улучшение изображений, это очень много фановых приложений, это особенно касается стриминговых сервисов, те же TikTok, маски, всякие интересные фичи. То есть они окружают нас повсюду. Можно даже сказать то, что когда вы звоните в компанию, голосовой помощник определяет, по какому вопросу звонит человек, и автоматически направляет к нужному специалисту. Нейросети — это инструмент, который нивелирует рутинную работу. Соответственно, во-первых, мы можем экономить на штате и нанимать более специализированных сотрудников, которые могут более качественно помочь нашему потребителю. И, возможно, даже убрать недовольство работ там некоторых сотрудников. Нейросети заменят человека? Нет, ни в коем случае. Это инструмент, это молотилка. Да, я думаю, что они не заменят, они помогут, они разовьют те специальности, которые есть. Ну, например, журналистика. Человек в GPT же не сможет заменить хорошего журналиста, но он может ему помочь для того, чтобы написать ту или иную статью. То есть это всегда инструмент? Это всегда инструмент, он всегда может ошибиться, да, может он ошибиться меньше, чем человек, но человек нужен всегда. Всегда должен быть человек, который этим инструментом управляет. Ты сейчас упомянул чат GPT, я, конечно, не могу не задать здесь простой вопрос, но очень важный для бизнеса, потому что я знаю многих предпринимателей, которые стали играть с нейросетками, в частности, давать запросы в чат GPT, и стали разочаровываться. И когда я задаю вопрос, а что ты непосредственно спрашивал, как ты формировал свой запрос, то я понимаю, что у людей большая проблема сейчас с формированием запросов для любых нейросеток. Они не могут адекватно дать, ну, техническое задание, я бы так сказал, в общем виде. Есть ли какая-то здесь в целом специфика, которую вы сейчас наблюдаете, можете точно сказать, да, от этого много зависит, действительно, то есть как ты поставишь вопрос и что-то напишешь, такой результат и получишь? С одной стороны, да, с другой стороны, нет, потому что те запросы, которые пишут люди, это то, о чем я говорил при распознавании лиц. То есть если из каждого лица у нас делались векторы, то здесь из каждого запроса делаются векторы и ищутся похожие векторы. И поэтому похожие вопросы, они будут рядом с друг другом. Поэтому формулировка вопроса, она не столь важна. Ну, тут я добавлю, наверное, сталкиваться с ситуацией ожидания реальность. То есть мы ожидаем то, что у нас там мега-суперинтеллект, который знает все, отвечает на все вопросы, а потом, о, нет, он начинает говорить какую-то ересь в данном плане, например, приписывать к реальным историческим личностям факты, которых не существовало. Слушай, в названии компании присутствует слово «антисон». И оно наводит на мысль сразу же о том, что это что-то, что сигнализирует о том, если человек засыпает. Можешь сказать пару слов о том, как это вообще работает и что это себе представляет? Ну, я могу сказать, да, я человек, который профессионально мешает людям спать на работе, как минимум, правда, это водители общественного транспорта. То есть наша компания, она разрабатывает системы, по сути дела, это система безопасности транспорта. Наша задача — это не только предотвратить дорожно-транспортное происшествие, но и, соответственно, спасти их жизни. По статистике, недавно предъявленной Мустрансом, мы примерно сократили на 30% инциденты с участием общественного транспорта. И в данном случае весь общественный транспорт Москвы оснащен системами «антисон». Что он себя подразумевает? Это система с камерой, которая наблюдает, скажем так, за водителем и дергает определенные триггеры. Это засыпание, курение, телефон, отвлечение внимания, отсутствие ремня безопасности. Мы сигнализируем водителю, если он засыпает, посылаем сигнал. И параллельно этим мы еще, если нарушение случается, соответственно, оно отправляется на облако в центр мониторинга. А если говорить про медицину, есть ли что-то существенное из области нейросеток, что помогает на сегодняшний день медицине эффективно работать? Я слышал, что у радиологов отдельное направление в рамках их МРТ-исследований, рентгеновских исследований, и что это так или иначе уже помогает радиологам. Но так ли это? И есть ли что-то еще? Например, работа с снимками компьютерной томографии мозга, определение на них различных участков, и сейчас это очень помогает в диагностике. Не заменяет врачей, а помогает. Добавить, наверное, Константину можно еще то, что, как мы уже даже раньше говорили, главное — это предсказание развития какой-то патологии. Соответственно, очень большое количество исследований ведется именно на ранней диагностике. И зачастую какие-то элементы могут быть пропущены врачами по той или иной причине. Но с учетом того, что эти системы обучаются на огромном количестве данных, то можно как даже не третье, а, наверное, третье с половиной мнение выдавать прогностические результаты. Лучше, наверное, в данном случае немножко перебдеть и дать какое-то подозрение, посмотреть на динамику, чем пропустить серьезное заболевание, что гораздо хуже в данный момент. Получается, что все текущие нейросетки, особенно в области медицины, они обучены на всех тех больших данных, которые собирались долгое время. И размещались врачами. И размещались, да, в том числе врачами, потому что, в частности, ты упомянул то, что касается онкологических заболеваний, то есть эти гистологические атласы, очень большие альманахи, которых все время смотрели, и были изображения с микроскопов. То есть сейчас это загружено уже, и поскольку человек, очень сложно действительно листать вот этот атлас, это гигантская абсолютно штука, чтобы сравнить те клетки, которые он на данный момент видит, и те клетки, которые, соответственно, есть вот в реферсных моделях. Нейросетка это делает быстрее, и дальше человеку нужно просто подтвердить или опровергнуть, то есть там верифицировать, то есть сказать, да-да, это вот это или это не это, и подтвердить или опровергнуть. Минимум, принять к сведению. Надо еще учитывать такие факторы, как безопасность данных, тем более медицинских. Про безопасность. Ты сказал слово, у меня сразу же в голове всплыли беспилотные автомобили. Насколько быстро у нас появятся полные беспилотники, которые мы можем уже полностью вот расслабиться и просто сидеть на заеме сидений. Постоянно появляются различные видео, где люди уже сейчас так развлекаются и делают, но я понимаю, что на сегодняшний день уровень безопасности беспилотных автомобилей, он не позволяет как раз полностью расслабляться. Сейчас эти системы существуют, они уже давно тестируются, но тут как минимум нужна еще законодательная база. Кто будет виноват и кто не виноват? Конечно. Если будет виноват разработчик, я думаю, я бы не хотел разрабатывать модели. Я думаю, в этот момент все разработчики просто встанут и уйдут. И второй момент, конечно же, какая-то регламентация скорости движения, потому что сама система автономного движения, она завязана на очень многих факторах. То есть это GPS, это такие же помощники, как A-GPS, то есть более быстрое позиционирование, ну, точнее, помощь GPS по точкам сотовой сети, камеры. То есть, чтобы предсказывать, куда машине повернуть, нужна идеальная работа всех этих факторов. И, соответственно, подготовлена инфраструктура для этого. Я думаю, что на данный момент этой инфраструктуры нет. То есть как минимум нужно ограничение скорости этих автомобилей, либо какая-то выделенная, ну, особо напряженных участков движения, линия. В моем районе постоянно ездят беспилотные автомобили, которые обучаются. И я наблюдаю о том, как они пропускают пешехода. И они это делают гипербезопасно. То есть пешеход еще даже не приблизился к зебре, а они уже начинают притормаживать, и все, им там все сигналят. И вспомнил одно из высказываний одного известного специалиста, который сказал, что мы должны как можно сильнее обучать беспилотные автомобили иррациональным действиям. То есть иногда пропускать пешеходов, иногда нет. Иначе просто это все приведет к жуткому хаосу, потому что люди будут спекулятивно относиться, и беспилотники будут все время стоять. Это приведет к большому количеству пробок. А иногда нужно просто вести себя как человек. То есть она должна взять и не пропустить, сплавно проехать через зебру. Про творческие нейросети буквально пару слов. Мне интересно. Вот вы сказали, что, соответственно, это модель, которая обучается и прочее. А в творческих это работает точно так же? То есть ты вводишь какие-то данные, ты смотришь на результаты, дальше меняешь что-то? Или наоборот, ты даешь, твори все, что хочешь? И ты там путаешь веса важных элементов? Значит, это зависит от того, как мы эту нейронную сеть обучали. Вот по поводу творить то, что хочешь. Есть такие архитектуры нейронных сетей. То есть нейронные сети, они разных архитектур, сложные там, друг с другом перепутанные и так далее. И вот есть архитектура, которая называется генеративно-созвязательные сети, которые умеют из случайного входа, неважно, что ты ей подашь, генерировать каждый раз что-то новое. Есть такая нейронная сеть, которая умеет генерировать лица людей, которых никогда не существовало. То есть на вход ей подается просто рандомный вектор, любые числа, а она из этого вектора генерирует, восстанавливает изображение лица человека. И что касается творчества, тут можно либо модели подать что угодно на вход, но при обучении ей говорить, что у тебя на входе что угодно, но ты должна сгенерировать что-то новое. Либо нужно ей помогать как-то это делать. То есть какие-то дополнительные изображения или тексты или что-то еще. И она должна сгенерировать что-то новое. Это все зависит от архитектуры этого решения. Ну, я бы добавил, кто занимает еще творчество. У нас стоит задать вопрос, как минимум. То есть, первое, это разработчик. То есть он берет какие-то интересные изображения, какие-то сценарии, случаи и генерирует какой-то контент, который, ну, я художник, я так вижу, мне это нравится. Второй вопрос, это если пользователь сети генерирует контент, это может относиться к современным сетям типа Stable Diffusion, Midjourney, Дали, Рудали, когда на вход подается текстовое содержание и на выход, соответственно, ну, что выдаст сеть. Результат. И творчеством тут даже, скорее всего, является как задать конкретный нейросетизм запрос, чтобы получился какой-то интересный результат. И главный эффект, ну, то есть, если я художник, я задаю какой-то запрос, если мне результат нравится, и это то, что я хотел, ну, я в данном случае творец. Маркетологи, кстати, в последнее время стали очень часто пользоваться тем, что ты как раз рассказал про искусственно синтезированные лица. Они это делают еще более хитрым способом. Они берут лица двух известных актеров, которых очень любят, и просят из них сделать совмещенный образ, но человек, которого не существует в природе. Но при этом люди подсознательно в нем угадывают что-то невероятно знакомое и приятное. Это вызывает эмоции, и тем самым можно находить великолепных моделей для рекламных компаний, которые похожи на актеров, но при этом актерами известными не являются. Ты как бы свободен от авторских прав в данном случае. Вот это как раз то, что я хотел сказать в отношении творчества. Я правильно понимаю, что сейчас в целом в мире нет понятия авторских прав на все, что искусственным образом синтезировано как произведение искусства, как произведение литературы и так далее? Что если это сделано нейросеткой, то ничьи авторские права за этим не закреплены? Или это не так? Ну, это зависит от разработчика. Если разработчик в общий доступ выкладывает сеть, и в лицензированном соглашении сказано о том, что не для коммерческого использования либо все права произведения данной сети принадлежат разработчику, то они принадлежат разработчику. Если в открытом доступе, если это лицензия какая-нибудь типа MIT, то, пожалуйста, генерируйте сколько хотите. Но, с другой стороны, я себе не представляю, как, допустим, тот же миджоннери, это коммерческая нейронная сеть, у них не в открытом доступе, но можно воспользоваться, допустим, бесплатным периодом, сгенерировать изображение. Невозможно будет доказать, что это изображение сгенерировано на конкретном миджоннери. Это может кто угодно сгенерировать. В общем, проблема авторских прав, она, конечно, будет, я чувствую, в ближайшее время, и вины особенно. То есть юристам придется просто переписывать все кодексы для того, чтобы что-то сформулировать здесь явное и понятное. Кто виноват, кто автор, кто создал, почему. Ну, наверное, не все. Тут должен сначала случиться какой-то общественный диалог, а что есть плагиат в случае нейронных сетей, а что есть нарушение авторских прав, что есть произведения искусства нейронных сетей, могут они считаться таким же искусством, как и, например, изобразительное, ну, скажем, олдскульное, по холсту красками. И, ну, выдать какое-то решение, то есть какую-то законодательную базу. Вот тут все гнездо осиное разворошится на этом общественном диалоге. Я уже предвкушаю, как это будет все происходить. А если совсем просто вот такой произвести, ну, такой, сейчас подвести небольшой итог, то что основное нейросети уже сейчас помогает людям сделать в жизни легче и лучше? Допустим, есть такая популярная задачка, называется оптическое распознавание символов, Optical Chartered Organizations. Когда, вот, допустим, есть листочек, мы его фотографируем, вы тут пишете по-русски... Да, буквы. Да, своим почерком. Да, своим почерком мы фотографируем, и это переводим все в текст. В текст. Эта задача очень полезная. Наша компания, кстати, тоже и занимается. Мечта всех студентов просто на самом деле. Вот, например. Да, студентов и всех, кто там, журналистов, не знаю, там уже скоропись, может быть, даже будет скоро не нужна. Да, но помимо OCR, это еще перевод. Перевод. Онлайн-перевод. Это если мы в Таиланде, во Вьетнаме находимся и нет английского дубляжа, то наводим камеру и автоматический перевод. Тут просто сумасшедшее количество уже действующих сетей и их применение, которые хоть не то, что как-то, просто облегчают жизнь, ну, каждому человеку. Или, допустим, мы видим какую-то вещь, которую хотим найти в интернете или в магазинах. Допустим, есть уже там у некоторых крупных IT-компаний решения. Допустим, я могу сфотографировать эту кружку, и я сразу могу по фотографии, отправив ее на сервис, сразу найти, где эту кружку можно купить. Я, кстати, слышал, что многие сейчас программисты, они, конечно, чат GPT очень активно используют и дальше просто проверяют код, и там, соответственно, правильно или нет. Вы, кстати, используете в своей деятельности? Ну, я нет, но, повторюсь, чат GPT, она обучалась на всем интернете. И если там был код какого-нибудь восточного специалиста, который зачастую, ну, пишут, скажем... лениво. Да нет, даже не то, что лениво. Одни пишут код как Маяковский, да, четко, лаконично, такими буллет-поинтами. Да. А некоторые... Как Толстой. Как Толстой. Чтобы работало. Как говорится, есть три самых мучительных пытки. Это железная леди, испанский сапожок и лирические отступления Толстого. И зачастую просто код будет жестко неоптимизирован. Поэтому тут мало того, что потратится время на генерацию кода, так еще и на его рефакторинг. И, возможно, потратится гораздо больше. Я иногда использую чат GPT, но довольно-таки часто он пишет откровенную ложь. То есть я напишу, допустим, ему прошу, кстати, одну функцию. Он пишет, что она должна работать так, но так она не работает, и я вижу это по коду. И я вот очень хорошо понял, что имел в виду на самом деле Илон Маск, когда выступал против чат GPT и вот это их письмо пресловутое. И он как раз все время говорил, что мы создали что-то, что дает часто ложные ответы. И что это неверно и неправильно, что не должна быть. Да. Но с точки зрения модели самой, это не ложный ответ. Она не знает, что такое ложь или правда. Она похожий ищет. То есть что я имею в виду? Например, как она может ошибиться? Например, ты у нее спросишь, а кто был первым человеком в космосе? И она напишет не Юрия Гагарина, а, допустим, Леонова. Потому что он тоже был космонавт. Он первый вышел в открытый космос. Она может перепутать все вещи, потому что вектора их где-то были похожи, и при этом запросе они где-то там... А мы не очень точно написали. Надо было писать, первый человек в космосе, но который не вышел за пределы корабля. И тогда был бы Юрий Гагарин. Да, и для нее это не ложь. И без шерсти, чтобы не белка и стрелка. Или через школу. Да, тоже женщина и все, потому что тоже нету точности. Слушайте, а можно ли научиться программировать нейросети, если я вообще ни разу не айтишник и ничего не понимаю? Наверное, не программировать, а обучить. Обучить. Да. Можно. Значит, есть всякие инструменты, кстати, как и российские, так и зарубежные, которые позволяют не писать сам код, а обучение и всего подобного, а расставлять блоки с данными. Ну, например, ставим блок, сюда будут идти изображения. Ставим прям блоки в интерфейсе. Ставим блок, здесь будет обучаться нейронная сеть. Здесь мы получим результат и нажимаем на кнопку. Какие-то базовые, то есть не суперсложные архитектуры, не суперсложной логикой, а обучить можно в тех программных продуктах, которые сейчас есть на рынке, которые помогают не специалистам такие вещи делать? Ну, я, наверное, добавлю, это называется графическое программирование, то есть просто добавление на какой-то Canvas элементов. Но, в принципе, если было большое желание, можно скачать тоже Python, зайти на туториалы какого-нибудь известного фреймворка, например, PyTorch, TensorFlow, и запускать туториалы. Там уже все сделано, все показано, и заодно, кстати, возможно даже изучить, что там происходит. То есть так называемую парадигму FitPredict сделать может на самом деле каждый. Проблемы начинаются потом. Это когда нам надо обучить не какую-то нейронную сеть. А конкретную. Ну, даже не то, что конкретную, а сетку, которая выполняет определенную задачу с определенной точностью в определенном домене. Я понял, что все-таки нужно быть айтишником, потому что после слова добавлю, я практически мало что понял всего, что ты сказал. Но суть в этом абсолютно четко и понятна. Давайте заглянем на последок в будущее. Ну, насчет будущего, мы надеемся, что оно будет светлым, ясным и счастливым. И, наверное, как можно больше участвовать в сетке будут в повседневной жизни. То есть, именно как помощники. Я хочу добавить, что не только нейронные сети будут внедряться в нашу повседневную жизнь, но и в бизнесе. То есть, они позволяют не только помогать обычным людям, но и бизнесу с точки зрения экономить деньги. И поэтому в ближайшем будущем все больше и больше компаний будут внедрять в себя те или иные решения, основанные на нейронных сетях, потому что это сократит их расходы и время. Я, кстати, убежден, что многие, кто переживает, что вот нас заменят нейросетки и мы лишимся работы, что это будет на самом деле так. Нет, я уверен, что люди останутся по-прежнему на своих рабочих местах, просто работа станет чуточку больше. То есть, условно говоря, мы раньше-то могли выдать такую-то единицу контента, сейчас будем выдавать в 10 раз больше единиц контента за свой рабочий день. Или в отношении других абсолютно работы, то, что это просто емкость и возможности человека, они многократно возрастут, и никто не лишится своих рабочих мест, просто будет делать работу качественно, быстрее и дешевле. Или, допустим, может быть такой простой пример, если раньше, допустим, траву могли косить плугом, то при появлении электрогазонокосилки не значит же, что человек исчез. Нет, она просто ему помогает, он может больше выкосить. И у него остается много времени, чтобы потом насладиться этим свежескошной лужайкой. А далее появятся роботы, это тоже не значит, что он исчезнет, он будет обслуживать этих роботов, он будет контролировать. Но, скорее всего, лучше станет соотношение работа-жизнь. У нас наконец-то появится большой кусок жизни. Спасибо вам огромное за этот замечательный разговор, который как минимум успокоил в отношении нейросетей и дал понять, что же это такое. Спасибо. Это был подкаст по трендимат МТС. Сегодня мы говорили про нейросети и искусственный интеллект. У меня в гостях были Владимир Семеновых, ведущий разработчик группы компьютерного зрения IT-компании XOR Antison и Константин Русаков, директор по исследованиям и соучредитель компании NeuroVision. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Спасибо. Спасибо.